Эфир пятого канала продолжает выпуск новостей в студии Ольга Морами. Здравствуйте и смотрите сегодня в выпуске. Я против терроризма. Мне бы не хотелось, чтобы Тунис ассоциировался теперь с тем, что здесь произошло. Тунис гостеприимная страна. Греческий парламент большинством глазов ратифицировал предложение проведения 5 июля референдума. Что об этом думают еврочиновники и что будет, если Греция первой в истории еврозоны допустит суверенный дефолт? Нашим рекам и озерам чистые берега. Одноименная акция прошла в Петербурге. На побережье Купчинских озер собрали около 8 тонн мусора. В уборке лично принимал участие министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Убраться в Санкт-Петербурге для меня это очень хороший случай. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суббота, вечер, дискотека в самом разгаре. Фестиваль красок, обещали организаторы, запомнится надолго. Вот в воздухе начинают распылять некий порошок. Видимо, он и должен был окрасить все и всех во все цвета радуги. Но тут произошло непредвиденное. Смесь в воздухе вспыхнула. Прогремел взрыв. Пламя перекинулось на отдыхающих. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасаясь от огня, кто-то бросился в бассейн. Благо, все произошло на территории аквапарка. На танцполе тем временем царил хаос. Оказать первую помощь было просто некому. Дежурных бригад скорой помощи почему-то не оказалось, хотя мероприятие массовое. Медикаментов и элементарных средств поседия, кстати, тоже. Вдруг прогремел взрыв. Началась паника, давка, люди загорелись. Повсюду кровь. Это было ужасно, как в аду. Прибывшие медики не успевали оказывать помощь. Перевязки делали прямо на месте. Вместо носилок – ватрушки из аквапарка. Доставить пострадавших в автомобиле экстренных служб помогали пришедшие в себя посетители. В итоге больше 500 пострадавших, почти 200 человек в тяжелом состоянии. Основные травмы – ожоги кожного покрова, у некоторых до 40% поверхности тела и дыхательных путей. Раненых в экстренном порядке приняли 4 десятка больниц. Медикаментов не хватает. Специалистов тоже. Сейчас мы должны постоянно менять повязки пострадавшим. В больницы вышли по несколько бригад медиков. Такого количества пострадавших нам еще никогда не приходилось принимать. Родственники пострадавших в панике изучают списки пациентов, которые ночью были доставлены по скорой. Многие до сих пор не могут найти своих родных. В выпуске новостей я услышал, что произошел взрыв. Мы с женой решили проверить, не пострадала ли наша дочь. В итоге она оказалась в списке раненых в одной из больниц. Вы позвонили на мобильный, но никто не ответил. Местные власти обещают сделать все возможное, чтобы не допустить ухудшения состояния раненых. Не имеет значения, в какой именно больнице находятся пострадавшие. В каждом городе мы приложим максимум усилий для оказания квалифицированной помощи. Организаторы фестиваля дают показания в полиции. Параллельно ведется опрос очевидцев пожара. В Азии подобные мероприятия пользуются огромной популярностью среди молодежи. Будет ли введен запрет на их проведение, пока неизвестно. Следствие только начало работу. По предварительной версии, распыленный в воздухе порошок мог вспыхнуть из-за большого количества работающих прожекторов. Екатерина Иванова, Александр Макаренко, Пятый канал. В Тунисе среди жертв, попавших под обстрелы террориста, может находиться наша соотечественница. Эту информацию сейчас проверяют местные власти и МИД России. Тем временем сотни жителей Тунисского города СУС устроили демонстрацию против экстремизма. Они скандировали лозунги и зажигали свечи в знак памяти о жертвах кровавой расправы. Все происходило в гостинице Рио, империум Мархаба, рядом с которым в пятницу террорист расправился с 39 туристами. Я против терроризма. Мне бы не хотелось, чтобы Тунис ассоциировался теперь с тем, что здесь произошло. Тунис гостеприимная страна. Мы все вышли выразить свои соболезнования семьям погибших и пострадавших. Я здесь в знак солидарности с жертвами этой расправы. Мне стало невыносимо больно, когда я увидел тела погибших в отеле. Пострадавшие сейчас возвращаются на родину. В целом, в Тунису идет массовый отток туристов. Из-за произошедшего в аэропортах и зданиях посольств некоторых стран Европы, таких как Великобритания и Чехия, усилены меры безопасности. Тем временем британский телеканал Sky News опубликовал фото террориста. На фотографии человек с черной майкой и шортах, который идет вдоль пляжа, держа в руках автомат Калашникова. На заднем плане стоит порядка 10 человек, которые смотрят в его сторону. Киевские силовики накануне вечером и ночью 46 раз нарушили режим прекращения огня. Мишенями стали в этот раз несколько жилых кварталов, в том числе район аэропорта Донецка. Военные применяли артиллерийское, танковое оружие и гранатометы. Информации о пострадавших нет. В результате обстрела загорелись гаражи. Как заявил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин, украинские силовики продолжают стягивать к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и реактивную систему залпового огня. Из Запорожья в направлении Курахов отмечено перемещение колонны РСЗО БМ-21 «Град» и «Ураган». Из Гродовки в направлении Очеретина 2 единицы САУ, 2 С1 «Гвоздика». Также разведка установлена прибытие в населенный пункт Константиновка 6 единиц РСЗО БМ-21 «Град» и 10 единиц САУ. Вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что киевское руководство продолжает проводить доукомплектование и ротацию личного состава. Обстановка в Донбассе обострилась в начале июня. В районе Мариинки произошли серьезные бои, с жертвами которых, по данному ООН, стали 34 человека. Почему европейские покровители не могут заставить Порошенко остановить бойню в Донбассе? Такова одна из тем итоговой программы «Главная». И вот что еще будет сегодня в 18.00. Франция под колпаком. Зачем США прослушивают своих союзников, а союзники лишь робко лепичут про озабоченность? Старушка Европа вслед за слухами зрением потеряла лицо. В Киеве отпустили убийцу Олеси Бузины. Рада хочет вернуть смертную казнь. Саакашвили собирает вокруг себя беглых грузинских уголовников. Чем закончатся для него опасные гастроли в Одессе? Операция «Конкурс». Как Никита Хрущев и советские спецслужбы прорвали политическую изоляцию СССР? Помощь королевы Бельгии и тайная партия американского пианиста Ван Клибернат. Америка сдалась и пригласила советского лидера в гости. Большое искусство на службе большой политики. Историческое расследование программы. Об этом и не только сегодня. В 18.00. В программе «Главная». Этой ночью в Греции на срочном пленарном заседании парламент большинством голосов ратифицировал предложение о проведении 5 июля референдума. Жителям страны предстоит самим решить принятие или отклонить предложение МВФ. В частности, сократить ли расходы страны, как того требует тройка кредиторов. Реформировать ли пенсионную систему, оставить ли льготы для греческих островов. Само же голосование парламента Греции сопровождалось дебатами. Премьер-министр Алексис Ципрос уверенно заявил, что греки скажут «нет» ультиматума от МВФ. Мы граждане страны, где родилась демократия, и нам не нужно просить разрешения у министров других государств. Греческий народ знает, как не поддаваться страхам, знает, что такое терпение и миролюбие. Но когда нам объявляют войну, мы готовы бороться и понимаем, как победить. Накануне, буквально за несколько часов до заседания, в греческом парламенте министр финансов Еврозоны решили не продлевать программу поддержки Афин после 30 июня. Некоторые заявили, что идея референдума вообще исключает дальнейшие переговоры. А кто-то уверен, что между ЕС и Грецией развернется продуктивный диалог? На мой взгляд, решения, принятые греческим правительством, не отвечают адекватно потребностям их страны. Европа же, напротив, демонстрирует свою готовность помочь Греции и делает все, чтобы не только сохранить целостность Еврозоны, но и укрепить ее. Конечно, мы все намерены продолжать переговоры с Грецией. Я считаю это очень и очень важным. Я не знаю, как разрешится ситуация с выплатами Греции за должности Международному валютному фонду. Кроме того, принятое решение не имеет ничего общего с выходом Греции из Евросоюза. В этом я абсолютно уверен. До 30 июня Греция должна погасить за должность по кредитам 1 миллиард 600 тысяч евро. Есть риск, что страна допустит первую в истории Евросоюза суверенный дефолт и покинет МВФ. В Москве и области сегодня снова объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещают сильные ливни и грозы. В регионе еще на сутки продлен оранжевый предпоследний по шкале уровень опасности. В повышенную готовность приведена спецтехника, а также спасатели МЧС. Есть информация, что уже в понедельник циклон отступит от столичного региона. Напомню, непогода пришла из Сочи. Там сейчас все силы брошены на ликвидацию последствий потопа. Параллельно идет работа с теми, чьи дома вода уже покинула. Группы специалистов обходят дома и оценивают ущерб. Каждый пострадавший от наводнения получит материальную компенсацию до 100 тысяч рублей. В зависимости от размера потерь. Включая и тех, кто приехал на отдых. Завтра начнутся выплаты. В Ялте прошла акция «Я сердцем выбрал Крым», который символизирует начало высокого курортного сезона. В этом году ожидается значительный рост числа туристов, к которому курорт, конечно, готов. Ежедневно через Керченскую паромную переправу в Крым приезжают около 9 тысяч туристов. Еще 30 тысяч ежедневно принимает международный аэропорт Симферополя. Именно этот год для нас особенный, потому что власти Крыма проделали колоссальную работу по подготовке сезона, по организации проезда, доставки сюда. Мы знаем, какое количество россиян желает сюда приехать. Их очень большое количество, наверное, больше, чем мы можем сегодня доставить. Поэтому мы ожидаем хороший результат. Крым к этому результату готов. Поэтому мы полны оптимизма и хорошее настроение. Глава Госсовета также выразил уверенность, что уровень сервиса в этом году будет значительно выше, чем в прошлом. Организации «Я сердцем выбрал Крым» вручили награды участникам мероприятия. Шесть благодарственных писем председателя Государственного Совета Республики Крым и памятные значки получили два туристических оператора, а также средства массовой информации полуострова. Они наиболее объективно освещали ход курортного сезона прошлого года среди награжденных и пятый канал. В столице сегодня последний день всемирных детских игр победителей. Накануне маленькие спортсмены, несмотря на дождь, играли в футбол, устроили соревнования по легкой атлетике. Дорожка была доступна всем желающим, включая и тех, кто передвигается на костылях и инвалидной коляске. Насыщенный день соревнований перемешался встречами с олимпийскими спортсменами. Вечером победителей ждали награды, хотя на этих играх главное не победа, а участие все спортсмены, дети, победившие онкозаблевания. В московских лужниках их собрал благотворительный фонд «Подари жизнь». В Петербурге прошла акция «Нашим рекам и озерам чистой берега». Вместе с молодыми волонтерами участие в ней принял министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. На уборку побережья Купченких озер в городе вышли 90 добровольцев и собрали около 8 тонн мусора. Порядок наводили не только на берегу, но и под водой. На дно погружались юные водолазы из «Дайв-клуба». Как подчеркнул министр, эта акция – прекрасный пример того, что любое практическое дело в тысячу раз дороже и полезнее пустых слов декларации призывов. А сегодняшнее мероприятие как раз, во-первых, первое, приуроченное тому, что здесь, в Санкт-Петербурге, находится очень много экологов. Второе, абсолютно верно, День молодежи. И именно в эти дни мы проводили и в прошлом году вот эту акцию «Чистые берега». И, конечно, убраться в Санкт-Петербурге – для меня это очень хороший случай. По данным организаторов, в этом году по всей России к акции присоединились уже более 300 тысяч человек. Таким образом, побит рекорд прошлого года, а тогда на уборку берегов вышло на 100 тысяч меньше.